Rainbow English, учебник 4 класс, вторая часть. Упражнение номер 3, юнит 6, степ 4. Нам нужно сравнить две части таблицы и сказать, как образуются вопросы с глаголом to be в прошедшем времени. Напомню, что глагол to be в прошедшем времени превращается в два глагола. Или was, если подлежащее единственного числа, или were, если подлежащее множественного числа. Вот нам сейчас главное увидеть, как же строятся вопросы. Читаем, переводим. Jane was in the park last Monday. Jane была в парке в прошлый понедельник. Вот и наш глагол was. Когда мы строим вопрос общий, то мы просто берем этот was и перекидываем в самое начало предложения, а дальше порядок слов сохраняется. Что получаем? Was Jane in the park last Monday? Jane была в парке в прошлый понедельник? То есть в русском языке мы просто меняем импанацию, а в английском мы меняем структуру предложения. То есть вот мы поменяли два слова. Ответ короткий идет. Yes, she was. То есть ответ просто переводится да. Но пишется вот с этим хвостом. Was she at school last Monday? А была она в школе в прошлый понедельник? No, she wasn't. Нет. Если здесь ставится отрицание, то мы обязательно должны к глаголу тоже поставить отрицательную частичку. Причем пишется оно в сокращенном варианте. No, she wasn't. Следующее предложение. I was in Italy a week ago. Я был в Италии неделю назад. Надо построить вопрос. Опять же, was просто берется и вылетает в начало. Were you in Italy a week ago? Да, тут забыла сказать проблемка. Когда он говорит, я был в Италии, это одно, мы ставим was. А когда нас спрашивают, ты был в Италии, вот you уже согласуются с глаголом were. Поэтому здесь обязательно ставим именно were. Ты был в Италии неделю назад? Когда он про себя начинает отвечать, он снова превращается в was, потому что он будет говорить про I. Yes, I was. Да, был можно добавить. Were you in America a week ago? А ты был в Америке неделю назад? No, I wasn't. Нет, не был. То есть вот этот вот wasn't будет писаться в отрицании, так как здесь стоит no. We were at home yesterday. Мы были дома вчера. Так как у нас we во множественном числе, то приходится ставить were. Теперь вопрос строим. Were you at home yesterday? Ты был дома вчера. Тут, sorry, тут, кстати, не ты, тут уже вы пойдет, видите, по ответу, потому что вот так you. Не сильно понятно, к кому обращаются, мы по ответу судим. Yes, we were. Да, мы были. Were you at the cinema yesterday? А вы были в кинотеатре вчера? No, we were not. Вот здесь вариант, когда написали раздельно. Но чаще всего увидите вот такой слитный вариант. Нет, не были. То есть можно было написать weren't. Ну, пока что, наверное, у вас по учебнику еще... А, вот он у вас пойдет. Вот такой сокращенный вариант можно спокойно тоже ставить. И последнее предложение. They were in Florida last summer. Они были во Флориде прошлым летом. Were they in Florida last summer? Они были во Флориде прошлым летом? Yes, they were. Да, были. Were they in Africa last summer? А были они в Африке прошлым летом? No, they weren't. Нет, не были. Задание be нам нужно узнать у соседа по парте, был ли он вчера вот в этих местах. Так, смотрим, как мы это делаем. В первом случае в кино. Were you in the cinema yesterday? Предлоги даю по учебнику. Часто их ставят с at, at, at. Но у вас по учебнику они пока идут с in. Поэтому вот здесь ваш материал даю. Дальше спрашиваем про зоопарк. Were you at the zoo yesterday? А вот здесь у вас по учебнику at все-таки поставили, так что лучше с ним тогда. Вы были в зоопарке, то есть вы у человека одного спрашиваете. Значит, в переводе ты был в зоопарке вчера. Затем кафе. Were you in the cafe yesterday? Потом в книжном магазине. Were you in the book shop yesterday? В банке. Were you in the bank yesterday? В бассейне. Were you in the swimming pool yesterday? В парке. Were you in the park yesterday? И последний на улице. Were you in the street yesterday? Обратим внимание, что на улице переводится не on the street, а именно in the street. Что касается вашего соседа по парте, вдруг вы так и будете его спрашивать, у него два варианта ответа. Или yes, I was. Да, был. Или no, I wasn't. Нет, не был. Было. Пока.